МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении стартует новый телепроект «Открой свое дело». Проводится он в рамках всероссийской программы «Ты предприниматель», который реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. В этом году участникам конкурса было предложено проверить свои идеи на прочность. В итоге 13 молодых участников решились на краш-тесты своих бизнес-проектов, а национальное телевидение все это запечатлело, чтобы поделиться с вами. Защитить свое детище перед серьезными экспертами и услышать напрямую вопросы и критику «Хорошая закалка на практике для будущих предпринимателей». В качестве экспертов выступили известные предприниматели и бизнес-тренеры нашего города. Юрий Бычковский, управляющий Чувашским отделением ПАО «Сбербанк». Игорь Новиков, ресторатор, основатель пабов «Голова королевы» Уильяма Кейт и кафе «Хочу пельмени». Денис Громов, дизайнер, директор рекламного агентства «Идеи Фикс». Александр Чернов, бизнес-тренер и профессиональный коуч. Анна Головина, начальник управления молодежной политики Министерства образования Чувашской республики. Ну, что мы все про экспертов да про экспертов, пора и про участников поговорить. Первой в бой вступает юная участница Мария Романова. Ей 18 лет, Маша третий год постигает азы экономического дела в экономико-технологическом колледже. Я бы хотела попробовать стать предпринимателем. Там ты получаешь независимость, ты распоряжаешься сам, на тобой никто не стоит. Добрый день, я предоставляю вашему вниманию бизнес-проект «Камеры на пляжах и на катках». Каждый человек любит отдых, и безопасность на отдыхе – это очень важно. Люди опасаются, что их вещи пропадут, и поэтому они очень сильно волнуются за них. Поэтому им приходится оставлять кого-то из друзей, чтобы они приглядели за ними. Основную массу отдыхающих составляют люди возрастом от 13 до 65 лет. Это могут быть женщины с детьми, семьи, компания друзей и подростков, а также любители играть в летние и зимние игры. Моя задача заключается в том, чтобы обеспечить сохранность их вещей. Как мне кажется, с этим лучше всего справиться камера хранения. Люди будут оставлять вещи за определенную плату и спокойно наслаждаться отдыхом. План реализации начинается с заключения договора о аренде земли с городской администрацией. Власти города, как мне кажется, очень согласны будут на такое соглашение. Далее следует приобретение камер хранения, их установка и подключение. Ну а дальше будет само функционирование идеи. В первоначальные затраты входит стоимость самой камеры хранения и стоимость аренды. Ожидаемая прибыль составляет 360 тысяч рублей в год. На этом все. Вы как-то уже места подбирали, то есть вы уверены, что вам там разрешат аренду, допустим, на пляже, к примеру? Ну, наверное, да. Ну, то есть пока еще анализа этого как такового не было? Да, недавно. Хорошо. И еще вопрос. Текущие расходы, ну то есть они наверняка будут там ломаться, обслуживание тоже надо включить, мне кажется, обслуживание именно камер хранения. Ну да, там уже как бы включено. А, включено уже, вы то есть уже все это просчитали. Хорошо. Так, и то, что это сезонный бизнес, вы тоже это предусмотрели? Предусмотрели, поэтому мы сказали и летнее, и зимнее время. Ну, то есть они будут просто как-то вы будете забирать их? Да, переставлять. Переставлять. Все понятно, спасибо. Сколько примерно таких точек по республике или по Чебоксару? То есть это проект на Чебоксары? Ну, да. А примерно сколько точек, в которые вы, скажем так, выставите свои системы? Ну, пока планируется две. Великолепно. И, ну, самый ключевый вопрос, какую сумму мы будем брать, скажем так, с наших клиентов? 50 рублей. 50 рублей, все. За ищейку. Ну, на самом деле мне проект понравился. Он интересный. И его, да, на самом деле не хватает. Но, я так понимаю, у вас просчитано только на одну сумму, правильно? На одну установку. А откуда вы планируете брать в первоначале инвестиции? Мама даст. Мне очень понравилась идея. Она такая простая. Я вот верю в простые идеи. Они сами себя продают. А почему люди будут вам верить и отдавать вам вещи? Потому что им больше некому верить. Ну, да. Нет, им есть кому верить. Ну, только самому себе. Они могут, да, поверить самому себе, там, знакомым, те, кто на пряду. Ну, они хотят насладиться отдыхом со всеми друзьями. Могут попросить присмотреть за вещами других людей, да? Ну, так обычно и делают. Ну, да. Здесь им нужно выбирать. У них есть такой вот, вот такой способ. И здесь им будет, ну, как бы, очень, им интересно будет отдать вам вещи. И надежно. Вот вопрос надежности, мне кажется, нужно продумать, почему им будет это важно. Ну, да, в дальнейшем это можно продумать. Ну, да, видеокамеру, видеонаблюдение поставить или что-нибудь еще. Эту тему надо продумать. А так вот идея, мне кажется, она может полететь. Спасибо. Павел Иванов совмещает в себе программиста и преподавателя. На этом и основан его проект. Молодой человек намеревается открыть в Чебоксарах детскую школу мультипликации. Двенадцать лет наемной работы, чтобы понять, что лучше свое дело открыть. И тогда ты будешь рисовать сам, что хочешь, а не слушать руководство и постоянно подделываться под бюджет компании. Мультстудия Брио проводит занятия по мультипликации, помогающие детям раскрыть свой потенциал, развивать новые навыки. Вообще, идея мультипликации возникла с детства. Мне интересовал вопрос, как это создавать. И, ну, так как у меня мама тоже педагог, и это хотел совместить. И вот моя идея – это школа мультипликации. У меня есть уже команда. Получается, это вот я, мультипликатор-режиссер, помощник мультипликатора и художник. И еще сейчас мы подключили арт-терапевта для того, чтобы создать новое направление. Это мульттерапия. Для кого это? Для детей от 7 до 14 лет и взрослым, которым интересно вот что-то новое – творчество. Мультипликация отличается от другого вида творчества тем, что она объединяет все в одном. Это развивает многостороннее развитие творческое и можно применить по-новому активно. Наш продукт – это вот мультипликация, а для людей это мультик, который позволяет попробовать себе в роли сценариста, сценариста, ребенок может, режиссер, аниматор, декоратор, звукостер, актера. Развивать творческие способности, личные качества. Это возможно развить лидерские, внимательность, наблюдательность, системность, гибкость мышления и еще много чего. В отличие от классической школы, дети рисуют, лепят, поют, развивают одно направление. Они редко когда подключают другие. Мультипликация по-любому объединяет это все. То есть приходится и научиться рисовать, и разговаривать научиться, и придумывать идеи. Это курс мультипликации, который состоит из 8 уроков, это краткосрочные, которые позволят быстро познакомиться с разными техниками и уже начать. Далее можно уже развить на целый год. Так, модель монетизации – это разовое посещение, чтобы познакомиться. Абонемент. Мы заложили 360 рублей, чтобы окупаемость была будущим и прибыль. Так, абонемент, вот так цену, видите. Требую инвестиции – 1,8 млн. Почему такая сумма? Мы туда закладывали аренду помещений 100 квадратов. Загруженность – это 100 детей. Самая основная сумма здесь входит – это покупка оборудования, потому что она не очень-то дешевая. И плюс еще туда заложены материалы, маркетинг, чтобы стартануть быстро. Окупаемость мы рассчитывали от трех лет. Действительно у нас не хватает таких, можно сказать, кружков, которые будут развивать всесторонне ребенка, особенно развивать фантазию, что они там все руками будут делать. У меня на самом деле такой вопрос. Помещение требует дополнительной какой-то сертификации, потому что если делать частную школу, там есть требования к помещению, это обязательно первый этаж, это обязательно какие-то отделка помещений и так далее, там есть какие-то нормы. У вас это как? Это сертифицируется вообще или узнавали? С этого года наступает новый закон, как раз об этом. Я пока его не читал, но вот скоро ознакомлюсь. Там, да, там требуется уже… Вы попадаете в это? Да, потому что что связано с дополнительным образованием, так как мы заявляем в школу, там уже требуется определенное требование. Пока сейчас нет. Реально здоровский проект, который просто радует. Ты говоришь, а я сижу и радуюсь. Единственное, Паша, знаешь, меня очень что смутило, срок окупаемости ты обозначил там за три года, просто понимая нынешнюю ситуацию там в нашей экономике, там инвесторы частные во всяком случае, да, малый и средний бизнес, малый особенно, да, это вот прям натуральный малый бизнес, все, что там дальше полутора-двух лет, это очень рисковые инвестиции. И я не знаю, если ты нашел деньги вообще здорово, если не нашел и готов искать, то я бы тебе порекомендовал пересмотреть бизнес-план, увеличить доходную часть, потому что если ты кому-то будешь обозначать там 3-4 года, ну, я бы как инвестор не рискнул при всей любви, уважении к тебе. Это просто рискованно в России, 4 года ждать своих денег обратно. Здесь, наверное, для окупаемости целесообразно зайти на какую-то образовательную организацию в партнерстве, тогда вам и аренда, в принципе, будет там, ну, копейки, только коммуналка. Просто вы будете так же в партнерстве это все реализовывать. Потом можно же понизить стоимость, брать, заключить договор с тем же самым педуниверситетом, брать их на практику, потому что там тоже есть талантливые дети с худграф, которым надо где-то практику проходить, и здесь тоже будет очень такое успешное, скажем так, партнерство. У меня вопрос к устойчивости этой бизнес-идеи и к устойчивости бизнеса. Вот у меня есть ощущение, что это бизнес-идея и вообще бизнес, он держится на вас. Насколько это устойчиво будет, если все держится на вас, на одном? То есть насколько там есть методология этой идеи, то есть стандартизация, насколько вас могут заменить, допустим, если вы куда-нибудь уедете на Канары, допустим, на полгода, то не развалится ли этот бизнес. Расскажите про это. Ну, во-первых, в команде там Вера Кутузова была обозначена, она уже тоже весь процесс знает, то есть она может просто сдублировать его полностью. Во-вторых, методика сейчас я уже нашел, то есть обучение, то есть это может спокойно подойти человек, ну, взять человека и его полностью обучить. Да, это и есть все. Главное найти такого активного человека, который готов, и обучиться. Это уже давно стоит вопрос, вот эта школа мультипликации. Еще в Советском Союзе даже есть специальные книги, в котором эта проблема возникала. Там полностью уже описана вся методология, все там описано. Дмитрий сейчас учится на третьем курсе Чебоксарского кооперативного института. А в будущем он планирует открыть в Чебоксарах современное лофт-пространство, столь популярное в Петербурге и Москве. Моя мечта – это открыть что-то свое. Не работать на кого-то и чувствовать себя рабом. Буквально. А сделать что-то свое для души и то, что только мне нравится, и в этом дальше продвигаться, строить свою личную карьеру. Мой проект – это проект «Лофт». Это новая идея в нашем регионе. Болью клиента я считаю, что каждый человек за свою жизнь сталкивается не раз с такой проблемой, как выбор места проведения, своего дня рождения, свадьбы, вечеринки или даже тренинга. Моими клиентами будут люди от 18 до 60 лишних лет. Это будет нестандартная форма проведения данного мероприятия, в которой люди смогут свободно общаться. У них не будет обыденного положения, как в ресторане, когда люди сидят друг напротив друга, и у них есть свое место, фиксированное место, с которого неудобно даже, допустим, поздравить человека, который сидит в другом конце стола. И им будет уютно находиться у меня, потому что это будет особая архитектура внутренняя, особый вид помещения, и вы не встретите пока что в нашем регионе подобного вида. Я считаю, что все высоты начинаются с мечты, либо и с идеи, но после этого нужно продвигать ее из простых слухов. После этого я собираюсь начать поиск своей площадки реализации своего проекта. А также уже начал работать с творческими людьми. К ним относятся художники, ораторы и просто люди, которые хотят творчески стараться. Прежде чем реализовать это все, нужно проанализировать рынок, и то есть запустить вирусную рекламу, из которой можно будет спокойно узнать, нужен данный продукт на нашем рынке или же нет. А если будет достаточно высокий успех, то можно сразу приступать уже к созданию всего этого. А вы проанализировали это? Нужен он такой? Рынки? Да. Я начал анализ Москвы, но, допустим, там это уже более развитая система, и у них очень высокие доходы. Причем это не одно место, их уже там сотни, и у них всегда есть клиенты. У нас в Шувашии есть подобные заведения, но их специализация – это либо общий просмотр фильмов, либо что-то иное. Оно чисто для проведения таких мероприятий в узком кругу, чтобы было много пространства и было разнообразие от обыденных помещений. Такого у нас нет еще. Когда вы делаете подобные проекты, вы на самом деле должны очень четко вывести свою аудиторию. Хорошо, молодые люди, от скольки до скольки. Какого примерно интереса? Тогда в этом случае, скажем, идея будет иметь больше шансов на успех. Все-таки лофт – это, скажем так, не универсально, и оно не для всех, а для определенной категории. Как раз вот в вашем исследовании хотелось бы четко определить, пусть это будет три сегмента или два сегмента, но в любом случае портрет, как в таких случаях говорят клиенты, должен быть четко прописан. Дим, не дай бог тебе пока на нынешней стадии вкладываться своими деньгами в этот проект. Идея ровная, дальше вот она зависит от тебя, и опять же, там нет проработки, к сожалению, пока, и это сквозит, к сожалению. То есть над идеей надо думать, думать, и находить более узкую аудиторию, вычленять дополнительные услуги, которые могут понадобиться. То есть если это аудитория там 40 с достатком определенным, возможно, им нужны будут обученные хорошие официанты, сервис какой-то от тебя, и ты на этом сможешь дополнительно зарабатывать. Если ты сконцентрируешься на аудитории 18, они скажут, не нужно ничего, дай просто голые стены, дай нам потусоваться за небольшие деньги, и это совершенно другой подход. Любой малый предприниматель, он ориентируется на себя, делает бизнес под себя. Я вот с таким доходом, таким возрастом и делаю бизнес для себе подобных. Как только ты поймешь, кто твой клиент, его пол, его возраст, его увлечение, сидит он в Фейсбуке или ВКонтакте, его интересует больше политика или еще что-то. Я абсолютно серьезно. Вот когда ты поймешь своего клиента, дальше все вот так вот решится, и ты на голых стенах сможешь зарабатывать. Все, удачи тебе, Дим. Спасибо. С обработки и детальной проработки своих идей начинали следующие герои телепроекта. В каждой серии мы будем рассказывать об уже состоявшихся предпринимателях, которые в 2016 году также защищали проекты и получили гранты на развитие бизнеса. Любовь с первого укуса. Это про пирожки из пекарни «Домашний». Пекарню практически каждый день, так что, потому что работаем рядышком, покупаем пирожки с грибами и картошкой. Очень вкусные. Знакомы с продавцами, видим каждый день пекарей, то есть, поэтому есть доверие, что все чистенько, аккуратненько, все вкусненько. Конечно, не одними пирожками едины. На полках красуются и сытные пиццы, и нежные сметанники, и ароматные булочки. Более 50 наименований на разные вкусы и для разных людей. Причем, что будет выпекаться напрямую зависит от покупателей и их желания, и спроса. Зачел человек и оставил в книговые отзывы, в предложении просьбу сделать больше ассортимента без мяса, без колбасы. Наши пекаря сразу проработали ассортимент. То есть, это пирожки с грибами и закрытые пиццы с сыром с грибами. После чего мы им отписали, что вы можете к нам прийти, попробовать и так далее. Человек не ожидал, на самом деле, сразу написал вот этот скорость, молодцы. По сути, мы пока этого не убирали ассортимента, значит, собственно, это продается. Это подлинная клиентоориентированность. Таков формат пекарни. Здесь работают для большого жилого сектора и 80% покупателей – местные жители. Я там живу, удобно очень. И вкусно. Самое популярное – это у нас беляши хорошо уходят. Для молодежи – это сосиски в тесте. Есть такие у нас вот еще гусеницы. Они тоже с сосисками, сверху майонез и сыр. Вот тоже очень хорошо ходят. Сейчас, к сожалению, пока их нету, очень быстро разобрали. Поэтому сейчас уже вторая партия готовится. Вот она, вторая партия гусеничек. Ждут своей очереди в печь. Там пока румянится белый хлеб. Небольшими партиями раз в полчаса пополняются прилавки. Первая свежая выпечка по традиции бывает готова в 8 часов утра. Все продукты у нас свежие. Все продукты завозятся в течение недели два раза полностью из свежих продуктов. Никаких добавок. Вот маргарин, масло растительное, вода, соль, сахар, дрожжи – все. Это чисто натуральные продукты. Никаких добавок мы не используем. В бизнесе все средства хороши. Тех, кого привлечь ароматными запахами не удается, можно заманить выгодными условиями, скидками и акциями. Так, в пекарне «Домашний» каждый день вечерняя скидка 30% на весь хлебный ассортимент. Если у вас какой-то праздник, день рождения, можно заказать наши пироги заранее, забрать готовые пироги, не беспокоиться, что нужно дома готовить. Грант на развитие бизнеса Денис Лапаев получил почти год назад. За это время наладился производственный процесс. Нашелся свой покупатель и открылось уже три пекарни. Если там спросят у меня, трудно ли это, да, это очень трудно. Если спросят, а стоит ли это того, да, это того стоит. Там не зависит ни от кого, то есть это все равно возлагает на тебя большую ответственность, чем ты, когда у кого-то работаешь, но это приносит большую удовлетворенность для тебя лично. Чтобы стать успешным бизнесменом, нужно постоянно учиться. Поэтому специально для всех, кто хочет открыть собственный бизнес или что-то изменить в существующем, мы приготовили рубрику советов от нашего бизнес-эксперта и профессионального коуча Александра Чернова, который помог большому количеству молодых и не только бизнесменов стать успешнее. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о создании бизнеса. Начиная любой бизнес, вы должны быть готовы, что вы, в отличие от наемной работы, уже не будете работать 8 часов. Скорее всего, это будет 10-12 часов. Как правило, это ошибка номер один для многих начинающих предпринимателей. Неумение ставить приоритеты. Возникает вопрос, а что же делать, если на сегодняшний день инструмент, который может вам каким-то образом здесь помочь? Да, конечно, это на самом деле тайм-менеджмент. Что такое тайм-менеджмент? Это система управления временем. Существует, как правило, несколько основных направлений, связанных с тайм-менеджментом. Первое – это умение ставить приоритеты. Второе – выполнять только свою собственную работу. Умение делегировать не свою работу. Выполнять только важную работу. Эффективно проводить совещания и уметь выполнять канцелярскую работу. Часть из этих инструментов мы с вами сегодня изучим. И я постараюсь показать, каким образом они могут быть вам полезны. Первый инструмент. Мы часто откладываем дела. И у каждого из нас есть портфель отложенных дел. Хорошим инструментом разобраться с этим портфелем. Это метод лягушки. Что такое лягушка? Лягушка – это достаточно тяжелая, неприятная, трудозатратная задача, которая должна быть решена, но в силу определенных причин почему-то постоянно откладывается. Так вот, если вы примете для себя привычку по утрам съедать эту лягушку, ну, можете представить даже визуально, представьте, что вы съели лягушку. Вы представляете, что любая другая пища для вас будет, ну, просто великолепна. То же самое произойдет и с вами. Если вы съедите лягушку в виде определенного дела утром, то в течение всего дня ваша эффективность и количество дел, которые вы сможете выполнить, будет достаточно большим. Что такое лягушка? Ну, например, в моем случае мне необходимо было подготовить инструкцию. И в силу определенных обстоятельств я ее откладывал, откладывал, откладывал. Инструкция была достаточно проста, связана с отгрузкой материалов со склада. Она приводила чаще всего к тому, что груз был сложен не так, как положено, и иногда клиенты жаловались. Понятно, что груз негабаритный. Но когда мы сели и нарисовали эту инструкцию, соответственно, прошло еще несколько дней на то, чтобы ее согласовать, вы не поверите. Груз, отправляемый со склада, был идеально. Четко закреплен, четко подобраны тары, то есть поддоны, и уже никаких вопросов от клиентов по поводу расположения груза в машине уже непосредственно не было. Почему это нам мешало сделать раньше, никто из нас не знает. Использование данного метода на самом деле позволит вам забыть, что в одной из вашей руки находится кнут. Соответственно, это поднимает эффективность и качество работы вашей компании. Обязательным условием работы любого предпринимателя это наличие ежедневника. Не имеет значения, будет это электрон или бумажный вариант. Но ежедневник должен быть у каждого. И не только у вас, и у ваших подчиненных. И вообще, любая встреча с вашим подчиненным может быть эффективна только тогда, если и вы, и он приходит на встречу с ежедневником и, соответственно, записывает все те задачи и цели, которые вы с ним обсуждаете. Получив определенный список задач, возникает следующий вопрос. А какие из этих задач выполнять в первую очередь? И вот здесь вам может помочь закон Парета, который гласит, что 20% ваших усилий дают вам 80% результата. Используя этот принцип, вы сможете выделить те действия и те дела, которые необходимо делать в первую очередь. Так как вы на них затратите всего лишь 20% вашего рабочего времени, но они вас приблизят к результату на 80%. Например, 20% ваших клиентов приносят 80% всего оборота или 80% прибыли. Это позволяет эту группу клиентов выделить в отдельно обособленное подразделение и с ними работать по другой системе. Создать свою систему вип-обслуживания. Если вы проведете такой же анализ вашей ассортимента продуктов, вы также увидите, что 20% ваших продуктов приносит вам 80% всего оборота. Тогда у вас возникает вопрос оптимизации продуктовой линейки и вы можете заниматься и находить новые товары, оставив эти 20 товаров в основной линейке и в первую очередь продавать именно их и добавлять к ним новые материалы. Все это вам позволяет поднять эффективность вашего бизнеса, соответственно, затрачивая намного меньше времени для получения конечного результата. В заключение хочу вам дать несколько советов по ежедневному планированию. Определяйте на день максимум 3 приоритетные цели или задачи. Обращайте внимание на поглотители времени. Для этого составьте список ваших поглотителей времени и сделайте все возможное, чтобы это количество поглотителей было меньше. Найдите свой собственный ритм работы. Всегда планируйте отдых. Вы четко должны понимать, когда, в какое время вы отдохнете в течение рабочего дня. На сегодня все. Смотрите проект «Открою свое дело» каждый вторник в 20.30 на Национальном телевидении Чуваши или на нашем канале в YouTube. Всего доброго! Программа реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова